Добрый день всем! Хотим сегодня показать короткий ролик о том, что такое забрус, как мед качается и так далее. Вот смотрите, забрус это это восковые крышечки, которые пчелы делают, когда уже созрел мед. Вот можно обратить внимание свое на ячейки, которые еще полностью практически запечатаны, но они еще не закрыты. Вот есть отверстие, вот отверстие. То есть пчелы запечатывают вот рамку, когда мед уже созрел, то есть его полностью пчелы переработали, нектары, и высушили до того, что он стал уже зрелый. Вот при такой вот печатке уже считается, что мед можно откачивать. Вот мы видим, что белая печатка сухая и сейчас мы будем ее срезать, потому что если мы поставим вот так вот медогонку, то мы не сможем выкачать. Это законсервированная рамка. То есть туда не попадает мусор, туда не попадают какие-то другие, может быть, какие-то микроорганизмы и так далее. И мы видим вот с двух сторон, какой он красивый. Этот забрус, медок, какая полноценная рамка. Его свойства очень высоки, этого забруса. Забрус, когда мы срезаем, вот сейчас я буду пробовать показать, мы можем использовать пасечный нож или вилочку. И вот, чтобы срезать этот забрус, мы его так вот вставляем. Вставляем. И вот срезаем. Вот это вот называется забрус. Вот, смотрите. Видите? Вот это забрус. В нем очень много полезных витаминов. И люди очень много используют это для полости рта. Но когда мы берем его, начинаем жевать, вот под этими крышечками очень много полезного. То есть для предотвращения каких-то микроорганизмов полости рта, они вот эти вот крышечки, они помогают очень сильно там при проблеме с горлом и так далее. Вот, смотрите. Например, ты не можешь открыть. Вот. Вилочкой подработал. Это такое ознакомительное видео мы решили снять, показать для начинающих пчеловодов. Вот вилочкой. Вот ножичек я поставил. Вилочек. Ну, когда мы работаем именно интенсивно, это сегодня именно ознакомительное видео. Где мы не можем подойти. Вот так вот мы используем. Потом на другую сторону так же переворачиваем. Это мы делаем. Ну, когда мы качаем массово и всю пасеку начинаем качать, то мы это очень делаем быстро и, конечно, не с такой медогонкой, ни на две рамочки. Это у нас это еще когда начинали, эта медогоночка самая первая была. Я думаю, у каждого пчеловода она такая медогонка есть. Какая-то старая или от дедушки, или от каких-то родственников, или просто приобрели у какого-то старого пасечника. И вот такая вот медогонка. В основном сейчас используется уже электрически, потому что огромное количество рамок вручную ты не покрутишь. И вот это называется забрус. Вот он. Вот он. Вот это забрус. Очень ценный продукт. Предотвращает даже кариес, потому что там присутствует также прополис. кариес, потом если ангина, горло болит, так же самое и предотвращение этих лор каких-то заболеваний. Вот. Я срезал вот такой вот красивый мед. Вот сейчас можно это ставить в медогонку и уже работать. Вот я сегодня взял от племенной семьи откатать, потому что уже подсолнух начинает зацветать. Через пару дней будет массовый лед, принос. и думаю заберу с этой семьи просто показать видео. Чисто ознакомительное видео, что такое забрус и как откачивается мед. И вот дальше я иду и ставлю медогоночку. Вот. Поставил медогонку и когда поставил медогонку вот и четыре рамочки. Я две уже приготовил, уже открыли и вот начинаем крутить. И когда крутим центробежная сила, вот видно как там выливается мед. сразу не рекомендуется быстро раскручивать, так как можно повредить эти рамки, они сломаются, они очень тяжелые сейчас. Вот так вот крутим. Конечно, когда откачиваешь, как я уже сказал, массово, там именно качка идет со всей пасеки, там огромная медогонка, вставляется большое количество рамок, электро, человек только стоит и... а это именно в домашних условиях, кто любитель, имеет 2-3 улья, там вот так вот можно использовать или 5-10 ульев вручную, это проблемы нет. Когда там 100 и выше семей, это необходимо уже и в установке для распечатывания меда, потому что вилочка так не поработаешь и так далее. Вот такие вот моменты. Так вот приостановил, приостановил, теперь беру, переворачиваю на другую сторону, вот так вот, перевернул, а так же само, покрутил тоже с небольшой скоростью, и дальше, и дальше покрутил немножко, а потом можно усиливать скорость, когда перевернул в следующий раз. Так что всем, кому было полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, всем всего хорошего, до новых встреч!